короче за месяц до рождения и сколько-то месяцев после не знаю почему там сидеть семья есть ребенка ждете почему не уйти деньги ребят все по-моему логично хочу плохого сидим тут как бы ну выясняем отношения да собственно решаем свои вопросы проблемы да и тем самым ну как бы еще и за это деньги получаем да конечно есть некоторый съемочный процесс вот но как бы он особо сильно не напрягает работа не пыльная скажем так конечно нервы сильно скажем так подшатываются да что сильно напрягает но например нас есть такие пары которых вообще не обсуждают может быть мы когда-нибудь до этого тоже дойдем так тем где быть работа когда уйдете ну вообще я планировала на самом деле открывать свой магазин одежды для полных у рапунцель больше срок чем меня на 7 недель скорее это эмоциональная работа да вы правы это эмоциональная работа и плюс не забывайте про съемочный процесс вы говорите что мы тут вообще нифига не делаем едим спим на кровати валяемся и так далее вы не представляете насколько сильно например стоит к примеру там записать то же самое шоу то есть сколько там всяких подводных камней записать лобная семейный совет сколько всяких манипуляторов подсъемов выйти там за сколько-то времени до определенного стечь дать еще там что-то но то есть это тоже все очень непросто конкурсы снимать много нюансов которых вы просто никогда не узнаете вот и все ногти да я и сейчас грызу бывает ну как нет короче я по поводу ногтей знаете как сделала в общем я если короче вот мой вам совет найдите ну собственно очень крутого мастера который будет делать вообще без единой какой-то штучки чтобы все идеально вот так у меня вот когда получается вы находите такого мастера вы смотрите на ноготочки на свои некрасивые вам жалко будет их получается сгрызать вот но у меня бывает такое что сильно нервничаю могу сгрызть все это только когда сильно нервничаю так все как бы ну нормально держится на минимум недели две-три точно но потом я их спиливаю все равно под корень и неудобно ходить вот я ходила с красными и я их сгрызла от нервов и из-за длины неудобно очень на проекте моей сестры ребятки не будет мне это очень неудобно но во всяком случае пока я отсюда не уйду боишься если кесарева будет хочу бояться я ничего не боюсь принципе как-нибудь пост на эту тему спешу токсикоз мучает ты нет как гормоны беременной женщины до особо сильно мне их нет меня блин достают только все а так все нормально и оси не понимает идет все как ребенок но у нас от сегодня был психолог увидите через неделю увидите к чему пришли животик прятишь ты не видно его особо я жирная так ну что бессонница иногда бывает да хотелось что-то особенно кушать лук 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 маринованный лук шурма таджика обязательно вонючить какие-нибудь кучу тем дрань цвет волос светлый светлый русый муж налобным о боже давайте какие-нибудь информативные вопросы пожалуйста чтобы нам с вами было интересно разговаривать может быть что-нибудь вас беспокоит кстати по поводу именем это часа мы часто задаваемый вопрос не до конца я имя не выбрала но у меня есть скажем так список я выбираю теме на которым не очень сильно понравились и записываю свой списочек имя хочу не русская я хочу больше такое американское поэтому можете предлагать свои варианты красивых имен пугайчики наши хорошо живут у папы мне короче поставили я могу ошибиться но можете меня поправить короче сдавали когда на все аллергены короче в крови высокий уровень таксоплазмы что ли или как-то так короче в общем у меня аллергия на всех животных мне ни с кем и животных контактировать нельзя вот до того пока не исполнится ребенку полгода короче ты знаете как бывает вот например диабет во время беременных а это типа из разряда короче аллергии во время беременных как-то так там стану очки с научной точки зрения может кто-то знает можете объяснить лучше марк габриэль микаэль это заводски не было майк нет шине нет дэнни дэвид леон джимова вы чё прикалываетесь ашот точно арарат сто процентов нет кстати я бы назвала бы может быть без своего ребенка араратом если бы в моей жизни не встречался один арарат ну его нахер с лимон конечно и мир кстати прикольные имя даниэль я кстати тоже хотел назвать сын или артемом или даниилом но артемом не то ли ты то таком ты думаешь артемом короче по итогу мы назвали племянника моего а данила иосифович звучит как-то не очень а что значит а сэн ребята идите нахуй блять не лежу и на животе ну реально заебали это еще раз надо сказать или что христиан у вас кстати у меня есть один знакомый крестик артур иосифович самсон иосифович арсен иосифович давид иосифович дэвид иосифович эрик иосифович макар улась а макар уже есть у кого-то а у дани у данной ну потому что не надо мне доставать я уже ответила же христиан адам иосифович мурзо мурзо она сами со своим так называется ростом иосифович султан господи чего эльдар иосифович ладно давайте пожалуйста о чем-нибудь информативным крестит ребенка буду на 40 день так давайте информативные вопросы я вам не дам четкий развернутый ответ нет же не будет части никак нашему сумме верю с глаз верю во всю эту херню верю тебя ресницы ровные что по сценарию точно ричард иосифович направлять на отношения на семью не на каких там левых друзей бы еще на что-то именно конкретно вот на семью все сколько так наращивание ресницы я не знаю сколько она стоит ребят я делаю приклад естественно наши обереги да и перей к нашел ураков охуенный характер не жалею что за ромой ходила навязывалась чуваком гордей у меня линзы но я сейчас в линзах да но они прозрачные покажи ноги зачем вам мои ноги интересно знать нет ни ресницы не мешают у меня сохнут глаза и ребят реально чтобы сейчас говорить что лежу на животе буду прям блокировать прыщи бывают конечно короче базирона c самая действенная штука на прыщей с рапунцелем и не подруги просто ну как бы соседи и все значит загоняется короче жестко под комментариев короче вы ее выдрачивать начинаете что вот она там плохая мать что они готовят что дима только готовит она очень сильно сгоняется на этот счет что не может что в эфире ее короче показывает как-то не так очень жестко загоняется прям очень не знаю вообще все равно что там про мне пишут главное чтоб херню всякую не писали оля помирилась с мамой до знаешь хожу в рта не строковый но лично не знакома но увидела привет от углича сколько стоит ваш пылесос какой пылесос скажи свои ногти вот я же вставлялась недавно пост ребят давайте нормальный вопрос нахуй у него правда не буду отвечать почему хочешь только одного ребенка да потому что больше не выдержу ребят беременность вот такую жесткую правда я из беременности блин хотя уже понятно что еще четыре месяца впереди но те моменты я помню блин не доводили только жестко нахуй мне это надо рост у меня метр восемьдесят один по поводу сброса веса после родов молоко пройдет можно будет об этом разговаривать ребят реально буду сейчас блокировать про те кто на животе лежит и так далее твоя стра очень на маму похоже внешне да сильно похоже я на самом деле тоже похожего просто меня забыли немножечко у меня же короче у меня же всякие уколы были красоты скажем так какие-то моменты убрались какие-то прибавились и из-за этого вот смотрите но у вас там да вот эта вся история короче поэтому я сейчас все по-другому перетистос у меня был да прошу ребенка покажу после крестин да ребят я на эту хуйню еще раз говорю отвечать не собираюсь пишите нормальный вопрос привет волгоград ой не люблю ваш город прям вообще не люблю морально норм губы конечно делала вы что не помните да говна действительно очень много первый раз вижу тебя в эфире отвечу он есть делать частенько раньше муж на лобном рапе нет не дали кричи до сих пор привет сгущевки спасибо ну перестаньте мне херню писать то перестану такие простые все блин тоже вообще я просто поражает логика людей сначала обосрут и типа что вы вообще ждете в ответ нет для тебя должна просто не знаю как девочка целочка стоять вы на мне срите 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 а я собственно буду стоять и молчать идите нахер реально что здесь блин что вы его тоже вас что-то когда с вами когда также разговариваешь вам не нравится на вашем языке как-то вылечил спекистоза думать я помню что ли таблетки хитила и все ок волосы мне неудобно длинные короче гибаров помирился с год до скоропуха нормально отношусь до бывало там он кстати рядом сказать скоропуха рядом с моим мешутином находится ребят я не помню какие таблетки хорошо как можно с поликистозом забеременеть или ходить с ним во время беременности вы реально хотите прямом эфире об этом поговорить ну давайте на съемной квартире будем жить когда уйдем декорец все просто вот правильно сказать нормальному гинекологу все узнать пиво когда пить будем а вы вообще кто чтобы я с вами пиво пила а почему мне должен оплачивать проект квартиру раньше нельзя было худеть ребят я без вас наверное решил Ну, закапай, свистишь Не хочу ничего капать, реально Уже надоело, тринит Вот, кстати, минус беременности Еще один Насморк постоянно Ты пьешь пиво Я, блядь, я беременна, ребят Никто Леонид не оплачивал хату Она сама ее снимала О, Маргох, привет Чуть ли ты не зайдешь ко мне в эфир Блин, давайте какие-нибудь нормальные вопросы Ну, пожалуйста, правда Ну, просто так сложно с вами Про такую чушь вообще начинаете говорить Ужас А, я тебя не увидела, Маргошечка Привет, моя крошечка Потому что я на лобные не хожу Только тогда, когда очень нужно Вот хоть и плюс беременности Ну, хоть один Вы официально работаете на Дум-2 Планируем совместные с мужем роды, конечно Пускай видят, как мне плохо Пускай видят вообще, что это все такое Но только, конечно, не в тот момент Когда из меня будет ребенок Именно прям вот вылазить И Рапонцель тоже не ходит Жень Мне рожать в июле? Мне 26 лет Я буду рожать в кулакова Это армяне Вы никогда не поймете друг друга Ребят, еще раз говорю По поводу ситуации с моей свекровью Да Там все, кто что угодно Можете говорить Так и буду Я считаю, что родители, в принципе Не должны лезть Это уже наша семья Это уже наш ячейк общества Хоть мы убивать друг друга будем Нельзя лезть в жизнь молодых людей Потому что потом будет от этого хуже Потому что потом, по итогу Ну, кому от этого лучше стало Там влезла моя бабушка Да, после этого всего После того, когда они Начали говорить Да, как бы что-то Как бы меня Воспитывала бабушка Да, то есть, соответственно Вот эта вот фраза Яблоко от яблони Это же воспринимается Насчет моей бабушки Сразу же автоматически Конечно, бабушка там Начинает сразу кричать Как бы, ну, не нужно этого делать Нужно вздевать о том, что Я, как бы Тоже не пальцем деланное Тоже умнеет родителей Да, то есть, ну Просто не нужно, короче Никому лезть Ни с каких сторон Мы, собственно Муж и жена Разберемся сами Мы не маленькие дети Родители Это просто Ну, собственно Люди, которых мы должны уважать Которые в гости приехали Уехали Все, до свидания Там мы, которым помогли Материально Это все, что должно Собственно быть Все А вот так вот Мне, ну, как бы Что-то навязывается Ну, вот я правда Я стоюсь при своем мнении И мне, собственно Ну, как бы Плевать, да То есть Армяне они Таджики они Не знаю Русские они Азеры Там все кто угодно Да, то есть Нет Бабушку на хэ я не посылала Но, собственно Моя бабушка мне не говорит о том Что Я брошу своего ребенка Ясно? А то очень легко говорить Как же ты могла их послать А как мне можно было сказать о том Что я могу своего ребенка бросить Беременной женщине Или мужу моему сказать Слышь, да разводись ты с ней Вообще просто Я им только такое скажу При смещении кровей Ребенок должен Да, будет красиво Я надеюсь Я не считаю, что у меня нет культуры Ребята Вы можете считать так, как вы хотите Я отношусь людям Тем же образом, что ко мне Если от меня требует уважения Меня обязаны уважать в ответ Если нет То, собственно Какое дело Ребята, я понимаю Я понимаю, что я там раньше была фриком Да, там весело-невесело Все, но как бы люди меняются Взрослеют Не знаю Какие-то ситуации серьезные в жизни происходят Правда, это странно Если ты как раз таки Остаешься на том же уровне развития Что ты и был Вот это как раз таки странно А не так Ну вот вы знаете У меня, например, огромные планы Там после того, когда я рожу И что? И он что, будет на том же месте стоять? Но это правда странно Я как бы, в принципе, в жизни Планирую очень много всего добиться А он что Будет о сцене мечтать? Софи, ты, Света Ой, я актер Ну это правда смешно, ребят Все, надо как бы, ну Проземленнее жить немножечко Я никому ничего не должна Это во-первых Во-вторых, давайте все-таки, пожалуйста Разговаривать конструктивно Нормально Привет из набрежных челнов Камера Нет, вернется А уходи какой, Юля? Мне, честно говоря Абсолютно все равно Какая там будет репутация Ну, как бы Я знаю, кто я Я знаю, от чего я жизненно Обьюсь Какие у меня цели, планы Как это все осуществлять Как заниматься, чем Что, Ефременко? Нет, уже с бессилой поведения 23 февраля Честно вам скажу Ребят, вот я правда Я уже устала Фильтровать эту хуйню Которую вы мне пишете Пожалуйста Не надо писать На что полет сейчас в блок Ефременко В ушла, не ушла Это, ну, не от меня Должна найти Эта информация Еще раз вам говорю Должна вам озвучить Юля Не кто-то из сотрудников Так Ой-ой-ой Короче В общем, интересно с вами Что-то вы как-то Ничего у меня нет Самое Не спрашивайте Нормального Ну, в Москве, конечно Ребята, где же еще Ладно Давайте, короче С вами прощаться Всех благ Всего самого хорошего Давайте Покасить Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому